Сегодня у нас пасмурно, едем из Шемье домой, через Ломбард деревушку. Хочу показать. Симпатичная деревушка, побольше чем наша. Очень приятная. Мы не часто здесь с этой дорогой возвращаемся, потому что у нас есть более короткая дорога. Дед Шемье до Шамсер-Луи-Юн. Но сегодня надо заехать в одно место, которое ведет именно через эту дорогу. Вот такой вот там, где собор. Здесь музей вина, по-моему, нет, не здесь. Ну, где-то здесь рядом мы дочку водили. Музей с дегустированием вина и полной экскурсии. Симпатичное место. Вообще, Бейд-де-Луар, зимние луары, все деревушки красивые. Здесь, как и в нашей деревне, есть свой баскетбольный клуб. Когда у нас младший сын играл в баскетбол, то они часто проводили матчи, и мы сюда ездили, как болельщики. Вот и как сопровождающая команда родителей. Вот и закончилась деревушка Сан-Ламбар-Дю-Латэйси. Вот Дальйон. Значит, на фраем Кодальйону славится белым вино. Вот Дальйон очень вкусное. Виноградники. Ведь и на холма просто, и в низинах, и на холмах. Не поливается у нас виноград вообще. Ни разу это сезон. Вот, и почва здесь такая, как у меня на участке. Глинистая, глина и камни. И вот эта почва прекрасно подходит для винограда винного. Культурный виноград, может быть, выращивают в других условиях, а винный именно так. У меня во дворе дома на участке кустик культурного винограда. Забыла название. Этикетка где-то сохранилась после покупки. Но как-то я не интересовалась, что это такое. Главное, что вкусно. Такие дороги у нас виражистые. Вираж, вираж, вираж. Сейчас скорость сократили до 80 км в час на таких дорогах. Раньше 90 было. Вот на вираже 70, как видите. Закончился вираж. Довольно высокая скорость. Это не скоростные же дороги, а региональные, местного значения. Деревнями. Вот красивая вот здесь остановочка автобусная. И поворот на нашу деревню. Но через деревню Бальон. Вот сюда мужу надо в аптеку. Поэтому мы поехали этой дорогой. Вот хотя это соседняя с нами деревня, но по более короткой дороге это не по пути. Вот. Бальон сел Леюн. Переводится красивое местечко на Леюне. И вот наша аптека. Вот такая цивильная, цивильная. Вот муж пойдет сейчас за лекарством. А я здесь пробегусь по райончику, покажу вам домики. Это центральная улица Бальон. Самая-самая оживленная. Это трасса в нашу деревню, если вот направо повернуть. Вот такого типа домики. Участки очень маленькие. Дрожечки святые красивые. Красивая деревня, цивильная. Вообще у нас все деревни очень чистые, ухоженные. Мусора вообще не увидите на дорогах. Общественные туалеты чистенькие. С мойкой внутри. Вот этой дорогой я ездила к физиотерапевту, когда у меня проблемы с рукой были. Вот три раза в неделю меня муж возил. Вот такая аптека. Ну, в принципе, все на этом. Это просто я включила камеру, потому что знала, что будет красивый вид на санламбар деревушку. Я бы хотела показать ее своим родственникам, тем, кто бывал у нас здесь, гостил. Вот они скучают по этим местам. Любят. Вот. Ну, я люблю. Мне это не надоедает. Помню первые годы вообще в диком восторге была от целых французских деревень. Нравится мне этот тип. Мне кто-то в комментарии написал, Ну, конечно, красивый, герметичный. Но все-таки в России лучше. Мол, дома солидные. Ну, у нас нет стремления здесь народа к гигантомании. Да, у нас вот такие домики. И вы знаете, никто не выпячивает, не показывает свое состояние, не выворачивает на показ, на общее обострение. Род живет скромно. Что миллионер, что среднего уровня жители не очень сильно отличаются внешне не по одежде, которую носят. В принципе, вычурно у нас одеваются только на какие-то события. Ну, и если ты... Большая шишка где-то в организации. То есть, там солидный костюм какой-то, нужно там представительно выглядеть. А так вообще все одеваются очень просто. И домики вот такие. Виноградные, простенькие. Вот это все, смотрите, частный. Небольшой виноградник. Частный, в смысле, не ферма виноградная, не в пепелье. А чисто для себя. Вот, ну, несколько там, немножко на продажу. Там сдают, в основном, в рестораны такое вино. Магазины не сдают. Вот. Даме де амбино. Дамбино. Вот. Предлагают на дегустацию. Зайти. Видите, какой маленький виноградник? Явное дело, что здесь особого бизнеса не сделают. Много там винья. Ну, так. Спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь.